Задержан замначальника генштаба. Разбираемся с чистками в Минобороны. По делу о взятке 235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца начальника главного управления связи Минобороны генерала Вадима Шамарина. Наказание за взятку в особо крупном размере тюремный срок до 15 лет. Шамарин являлся также заместителем начальника генштаба Валерия Герасимова. Генерала задержали накануне, проведя в его доме обыск. Позже он был доставлен на допрос в главное военное следственное управление СКР. Следствие обвиняет его в получении взятки от Пермского телефонного завода в 36 миллионов рублей за увеличение закупок продукции. После президентских выборов проходит чистка рядов Минобороны. Сменился сам министр обороны и его заместители. 24 апреля арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова, отвечавшего за стройку. 14 мая арестован начальник кадрового управления Минобороны Юрий Кузнецов. Иванов обвиняется в получении более миллиарда рублей, Кузнецов в получении взятки на 30 миллионов рублей. 17 мая арестовали бывшего начальника 58 армии Ивана Попова, о чем мы уже рассказывали. Его обвиняют в продаже 2000 тонн металлоконструкций при возведении оборонительных линий в Запорожской области на 130 миллионов рублей. Но похоже там разобрались и просят его перевести из СИЗО под домашний арест. В ход пошли заранее заготовленные папочки, которые лежали на определенных лиц. Сужается пространство вокруг начальника генштаба Юрия Герасимова. После всех пертурбаций ему удалось сохранить свое место. Возможно, намекают, что пора уходить добровольно. Решением президента Сергей Шойгу уже переведен с позиции министра на должность секретаря Совбеза.